20 на 40 каждая, или 1600 квадратных методов, или левады, очень удобно лошадь выводят, здесь она гуляет. В среднем, с учетом службы, когда лошади находятся на службе, те лошади, которые не задействованы на службе, выгул где-то в среднем 3 часа в сутки. Даже выше 15 градусов не рекомендуют, потому что лошади не гуляют под шерстом, лошадь будет болеть, менее восприимчива, халатом очень сложно будет внести сухо, поэтому условия для содержания идеальные. Да, он 92 года, русский рисак породил. Как вообще, очень добрый, ласковый. На службу никогда не подводил. Но он еще выходит. Выходит, да. Но он еще в полном расцвете сил, все может, все умеет, обученный лошадь. А я правильно понимаю, что каждая лошадь закреплена за определенным человеком, да? Да, каждый сотрудник закреплен на своей лошадь, он за ней. Ухаживает, также чистка, все это, каждое утро. Все бывает, выезжает на службу. Реагирует на нарушителей. Такое есть, да. То есть, если человек находится в состоянии алкогольного при опьянении достаточно сильного, ну, бывало такое то, что там хочет и укусить даже, то есть, ну, как мы этого не позволяем, но все равно, то есть, тут ни лошади, ни собаки, они не любят людей в таком состоянии. То есть, чувствительные, да? Ну, так как они воспитанные, они адекватно реагируют. Ну, все равно им не нравится. И именно в тех местах, где вот тяжело пройти человеку, где не пройдет автотранспорт, очень удобно. Поэтому экологически чисто, граждане на кавалерию очень положительно среагируют. Да, понятно, где-то последнее, вот в прошлом году, в этом году были ограничения определенные, там, как умысленные поляне, где вот связано с ограничительными мероприятиями, меньше заметно. Ну, а так, конечно, выбирают местные петяны, местные наиболее посещения наших граждан. Вот это вот, это угрозит. На самом деле, тут, это вот в прошлом году, в мае и осенью высаживали яблони. Вот там сейчас пройдем, я вам покажу, большой сад 40 яблони, в этом году расцвели. И вдоль заборов осенью высаживали березы. То есть сейчас вот эти вот березы зайдут на средней части. Кавалерова вот фиксируют и проводятся к лучшему. Здесь ее потом собирают, в мусорной пакетике и мусор подметают и убирают. Вот это вот специально, вот если посмотреть вот это седло, например, это вот спортивное седло, вот на котором отрабатывают лошадей, оно узкое по своей площади получается, нагрузка на спину более большая у спортивной. Учитывая, что 8 часов лошадь должна находиться нести сложно, поэтому вот офицерское седло, оно более по размерам и, соответственно, меньше нагрузка на лошадь происходит. Это вот оголовье хранятся, это вот мел, так выглядит. Кража в основном преступления административного, это нахождение в состоянии алкогольного применения, воспитие спиртных напитков и в лесопарковых зонах, это правонарушение связанное с задней пожарной безопасностью. Вот те правонарушения, которые привлекают сотрудники кавалитского подразделения. Лошади есть возрастные, соответственно, у них имеются некоторые хронические заболевания. Но лошади постоянно под наблюдением, лошади постоянно исследуются, берется два раза в год кровь, биохимия, общий анализ крови, отслеживается рацион полноценности его, как усваивается корм, постоянный контроль со стороны ветеринарной службы. Лошадей содержат в очень хороших условиях полноценное сбалансированное питание. В полноценном режиме на суде заступает сотрудника водительства отделения, не важно, он на суде заступил, все это нельзя. На суде заступил.